Привет! Вы на канале Хайкн Трип, меня зовут Юля, снимает меня Руслан. Сегодня мы поговорим о очень важной интимной теме, как гигиена в походе. Возможно, что-то для вас станет открытием. Кстати, один из самых больших страхов, который останавливает наших знакомых от походов, это как же я буду без душа и в ванной столько дней. Ну, кстати, я и сама такой была. Конечно, поддерживать высокие гигиенические стандарты, как у себя дома, в походе не получится. Но все-таки возможно. Об этом поговорим дальше, поделимся парой полезных советов. И главным приоритетом этого видео будет забота об окружающей среде. Я начну с банального, но очень важного. Перед походом следует подстричь все ногти на руках и ногах. К тому же это убережет ваши трекинговые носки от дырок. Также подстригите волосы и побрейтесь там, где вам необходимо. На наш взгляд, главное гигиеническое правило, это искать место стоянки около водоема, чтобы у вас была возможность искупаться. Но, например, когда мы с Русланом ходили по Швеции, погода была не очень теплая, а вода в реках и озерах была просто ледяная, поэтому нам не хотелось купаться в этой реке. Поэтому мы каждый вечер подогревали себе воду и омывались ей. В принципе, вот одного литра на человека нам хватало. Еще один метод приема водных процедур – это использование переносного походного душа. Например, вот такого. Его также удобно использовать для переноски воды и просто для бытовых нужд, как краник. Единственный минус – это дополнительные граммы в вашем рюкзаке. Есть еще один более спартанский метод. Это просто взять пару хлопчат бумажных платочков или сложенный бинт, или маленькую микрофибровую тряпочку, намочить ее теплой водичкой и протереть свое тело. Это очень экономно и экологично. Конечно же, такой способ можно использовать в каких-то экстренных ситуациях или когда погода ужасная. Конечно же, вы можете взять влажные салфетки. Но помните, они очень вредны для окружающей среды. Они сделаны из пластиковых волокон. Они не разлагаются и не перерабатываются. Поэтому вам придется их нести с собой. Но если вы хотите все-таки взять влажные салфетки, выбирайте 100% органические. Это значит, что в них не будет ароматизаторов. Они будут сделаны из 100% хлопка и не содержать спирта. Есть более радикальный способ – это сделать влажную салфетку самому. Берем маленькое мини-полотенце. Смачиваем гелем алоэ вера. Добавляем щепотку соды. Такая протирка отлично очищает все ваше тело. Но не следует использовать, конечно же, на слизистых оболочках. Нам всем нужно оставлять природу такой, какой она была до нас. Это значит не мусорить, не оставлять фантиков на тропе, не разжигать костер в неположенных местах. Но все это забывается, когда человеческие физиологические потребности требуют своего выхода наружу. И последствия чего мы можем наблюдать в каких-нибудь укромных местах в походе, что очень портит впечатление. А давай разведем костер. Смотри, здесь кострище и бумага для розжига. А почему наш костер воняет гов... Согласитесь, это ужасно. Увидеть чей-то прикрытой туалетной бумагой или влажной салфеткой сюрприз. Поэтому предлагаю начинать себя и приобрести маленькую лопатку или совочек для таких важных дел. Раскопал ямку, сделал дело, закопал. Идеально, нет никаких следов. Такой способ практикуется в Европе и США. Продаются титановые лопатки. Также можно сделать самому из пластиковой бутылки. Может быть, вам покажется, что это бред, но поверьте, много людей так делают. Что касается бумаги. Мы знаем, что многие берут с собой влажную туалетную бумагу. К слову, врачи вообще не рекомендуют ей пользоваться. Так вот, она так же, как и влажные салфетки, очень долго разлагается. И одним из правильных решений будет брать туалетную бумагу, в составе которой будет указано. Сто процентная макулатура или вторичное сырье. И, конечно же, не забывайте с собой в поход взять антисептическое средство для рук. К тому же, COVID нас научил пользоваться этой штукой регулярно. Далее, собирая свой гигиенический набор в поход, приобретите или сохраните после использования мини-тюбики, контейнеры для ваших средств. Мы берем не псевдо-натуральный шампунь, а органический и натуральный гель для душа. Но для этого нужно изучать составы или знать хорошие фирмы, а не верить этикеткам, где будет написано 100% натуральный или эко. Например, есть вот такое натуральное универсальное средство – твердый шампунь. Он подойдет для всего и сразу. И помните, с мылом и шампунем в реках или озерах мыться нельзя. Причина – нарушение водного баланса воды. Мыльную воду нужно всегда выливать только в землю, подальше от реки. Поэтому, когда вы решили искупаться, помыть голову, тело или почистить зубы, наберите немножко воды или сколько вам нужно и отойдите подальше от берега. К слову, мы моем посуду и стираем одежду одним средством. Поэтому вы можете не вестись на маркетинг и купить одно натуральное универсальное средство. Этого будет достаточно. И, кстати, раньше посуду мы мыли горчичным порошком. По поводу зубной щетки. Полагаю, все понимают, что нет смысла брать обыкновенную большую щетку. Есть некоторые способы, чтобы сэкономить вес даже на этом. Можно, конечно же, обрезать зубную щетку или купить детскую. Мы с Русланом используем вот такую маленькую легкую бамбуковую щетку. Совсем ультраходы могут использовать вот такую щетку. Она ведь ничего не весит и единственное, ей не очень удобно очистить зубы. Раньше мы с Русланом брали в поход маленький дезодорант. Пока не попробовали однажды одно идеальное средство. Сейчас я поделюсь с вами одним открытием. Это обыкновенная сода. У кого не бывает неприятного запаха из-под мышек, тем более в походе. Но если у вас не бывает, то вы супер человек с супер способностью. А для всех остальных я настоятельно рекомендую использовать соду. На влажную руку насыпайте чуть соды. Протирайте себя в этой зоне. Да, она будет чуть-чуть осыпаться, но это не страшно. И поверьте, неприятного запаха у вас не случится. Просто попробуйте и расскажите свои впечатления. Содой еще можно мыть посуду, полоскать горло, если оно у вас заболело, полоскать десна, если они у вас воспалились. И наверняка еще есть масса применений, но пока мы о них еще не знаем. Отправляясь в поход, возьмите с собой две походные майки, стирая то одну, то другую. Вы же не хотите по возвращению стать общественной угрозой. Также, конечно же, меняйте нижнее белье на чистое каждый день. И это тот самый необходимый минимум, который подарит вам ощущение чистоты в походе. Одно из важных правил – это ложиться спать после водных процедур в отдельном комплекте для сна, а не в походной одежде. И, кстати, таким образом ваш спальник прослужит вам дольше, потому что не потребуется его часто стирать. Подведем итоги. Если вы находитесь в дикой природе в течение нескольких активных дней, то, вероятнее всего, вы не будете пахнуть свежими цветочками. Казалось бы, ну и какая разница, вы же в походе, а не в офисе на работе. Но, согласитесь, ощущение чистоты добавляет комфорта. Поэтому, если соблюдать простые правила гигиены, то можно оставаться относительно чистым даже в походе. Не забывайте об экологии. Выбирайте моющие средства с эко-сертификатами и натуральным составом. Когда мы в комментариях увидели, что человек берет фейри в поход, это нас очень-очень расстроило. Короче, меняй трусы каждый день в походе. И еще подписывайся на наш канал и поставь все уведомления. Мы меняем трусы. Мы выпускаем видео раз в неделю. До новых троп! Редактор субтитров А.Семкин